Ценим за границу. Вот как борются с дорожными проблемами, мы увидим сейчас на этом видео. Итак, перед вами Торонто, не выключайте мой микрофон. И вот мы видим, как автобус на прекрасно подготовленной дороге выпихивает машины. Дальше мы видим вот зелененькую машину, которая, она отчаянно тормозит и спасается от вот этой вот прекрасно приведенной в порядок дороги. Но дальше мы видим служебную машину с лестницей. И со всем наслаждением эта машина впиливается в автобус, продвигая к авалькаду дальше. Ну, мы видим отчаянную попытку следующего автобуса как-то спуститься по этой дороге. Прекрасно приведен. Ну, видите, водитель показывает чудеса мастерства, в частности, перед ним столб. Но он умудряется уйти от этого столба и дальше называется радис назустрич. Шарах! И поехали дальше, выпихивая машины. При этом, заметьте, машина, которая на перекрестке, она не останавливается. Конечно же, вызвали полицию. Полиция, как мы знаем, должна защищать и следить. Сделала полицейский разворот. Она сделала, но ты видел на какой скорости, ты видел, как мастерски сделано это. И прибыла, как мы видим, на место преступления вовремя. Ну, и здесь, наконец, появилась машина, которая должна все убрать. И мы видим, что она, рассыпая соль, бодро и весело движется и приезжает на то место, на котором она и должна быть. Вот радостная встреча. Вот они встретились, наконец. Вот. С грохотом, видите? Вот такая, вот такая. Поэтому, друзья, когда мы хвалим за границу и говорим, что у них там все иначе, это святая правда. Это святая правда. И вы видели, чистые дороги, машина, мне нравится, что машина, которая рассыпала эти реагенты, приехала, как всегда, вовремя. Ну, как всегда. Тут еще, кстати, к этому видео предыдущий ваш посыл, потому что нужно все-таки человеку образование, чтобы он умел думать, что если на дороге скользко, то не надо ехать на тяжелой машине по дороге, на которой скользко. Но как-то в Канаде это по-другому работает. Мы радуемся за канадских водителей, что они никогда не ездят по скользкой дороге. Естественно. Вот там же ты видел, вверху перекресток, вверху. Вот этот автобус второй, второй. Ты вниз туда смотришь? Он смотрит и видит, что в пять машин уже в смятку. Значит, чего ты ешь? Подъеду, посмотрю. Да, а он считает, а там же бабушки, пенсионерки, они говорят, move us, вези нас, проклятый драйвер. To the сберкасса. To the сберкасса, за пенсию, не знаю, как это там, значит, for этот... Много денег. Не, у них этот, выписывается... Чек. 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 For our check. Субсидишн, говорит. Субсидишн, да, большой. И водитель говорит, еду. Поэтому, друзья, у них за границей все иначе. Все иначе. Поэтому нашего Кличко с ринга, а их золотую медаль. Особенно меня порадовала полицейская машина. Вот две последние... Не, ну полиция как у нас, по половой горе, все нормально. Ну да, причем задним ходом, вот этот мастерский разворот. Он вовремя подумал, что позади меньше, понимаете, оптики. Чинить будет дешевле. Развернул машину, въехал задом. Но все-таки прилетело и спереди. Да, вот этот... Кто там прилетел? Вот это... Ковш. Ковш, да. Ну, в общем, ребята, за границей это святое. Надо срочно эмигрировать. И это... Теперь... Это стоит. Там же есть большая украинская диаспора. Вот. Вот оно где. По всей видимости, украинцы и были за всеми этими... За рулем этих всех машин. Но канадцы не могут.